Егор с детства любил рисовать, самостоятельно изучил графические программы еще до поступления в институт. Идею принять участие в конкурсе дизайна карт «Стрелка» ему подсказал отец. Поначалу творца мучили сомнения, но помогло знание истории. Вначале всегда думая, что ой, как все это сделать, в конце я все равно прихожу к готовому варианту. И вспомнил, что есть джиль и роспись довольно известная. И что самое главное, она родилась в деревне, которая находилась в Московской области. В середине января 2023 года «Мострансавто» объявила конкурс на лучший авторский дизайн карт «Стрелка». Егор смог опередить более 50 коллег по цеху, оценили стиль и однокашники. Увидев его работу, я спал довольно интересный, я чувствую его дизайн довольно интересный. Он довольно необычен, раскрывает народную русскую культуру, тем самым получается довольно интересное, даже ностальгическое чувство. По сути, третий курсника Егора Волкова можно смело назвать профессиональным дизайнером. Он совмещает учебу и работу в одной из коммерческих организаций. Семья также помогает совершенствовать мастерство. Мы сразу знали, что он будет перспективный, что у него пойдут хорошие проекты. Он из хорошей семьи. Семья занимается тоже дизайном, дизайном упаковок и всем остальным. Поэтому мы сразу знали, что из него получится хороший итог. В Московском региональном социально-экономическом институте всегда активно поощряли участие студентов в различных творческих состязаниях. Много международных проектов, конкурсов. Например, свой диплом я защищала для международного фестиваля «Драмфест Раша», для барабанного фестиваля. Наши студенты участвуют во всех конкурсах, в мероприятиях таких, и часто занимают высокие призовые места. Впрочем, сам Егор считает, что лучшая награда в подобных конкурсах – бесценный опыт, который приобретаешь, решая ту или иную творческую задачу. Победа – это не главное, а главное именно процесс, как ты приходишь к своей работе, вот это вот размышление. Это все равно опыт, это все равно остается. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Маргарита Курова, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.